То есть я подписывала договор, осознанно вполне, но придя на первую же процедуру, я поняла, что дальше меня ждет обычный уход, тот, который я могу делать дома. При этом я буду платить, по сути, за то, что мне нанесут крем, за то, что мне нанесут вот эти уходовые средства, которые они продают. Мне ознакомиться не давали с договором. Когда я говорила, дайте мне хоть пару минут, и я посмотрю, хотя бы прочту, они перелистывали страницы и показывали, что они выдали, что там якобы будет входить в эти процедуры. И когда я пришла домой, я уже почитала, что мне говорили, рассрочка будет, и потом посмотрела, что там не рассрочка, а кредит и переплаты около 20 минут. И тем не менее подписали. Я пролежала сутки, ревела, потому что я не знала, куда мне девать свое лицо просто. А что было с этим? Покрылась коркой. А вы пришли в компанию, показали, вот, посмотрите, что у меня с моей кожей. Ну, во-первых, я очень сильно стеснялась. Фото не сделали, не зафиксировали? Нет, я не зафиксировала. Я просто пришла к выводу, что мне эти дальнейшие процедуры не нужны. И я прихожу домой, и на утро просыпаюсь с коркой. Я умываюсь. Ну, это не виноват. Не помываюсь. Мажет кремом своим, он не проникает, он остается на поверхности. Я опять умываюсь, и опять все то же самое. Просто вот в щелке была. В принципе, написать отзыв и не дать посмотреть договор, да, не дать возможности, понимаете, как у вас физически, в принципе, да, нацельственные действия к вам, ну, никто не применял. Это если трактовать, да, вот как, я адвокат, я специалист по уголовным делам, да, я сразу смотрю, конечно, на букву закона прежде всего, да. Вот, конечно, можно посмотреть ваши договора. То, что в договоре отсутствуют процедуры, которые вам должны были оказать, а вы его подписали, да, ну, это только, наверное, ваша какая-то, может быть, неграмотность, может быть, рассеянность, может быть, действительно, растерянность какая-то, да. Вопрос возврата денежных средств. Мы, безусловно, сами не в восторге от той ситуации, в которой мы сейчас находимся, да. К сожалению, эта ситуация сложилась из-за неправильного администрирования, в принципе, этого бизнеса, да, теми руководителями, которые были, что привело к упадку центра. На сегодняшний день, да, у компании имеются долги, к большому сожалению, как перед клиентами, перед которыми обязательства у нас есть определенные, так и перед налоговыми органами, так и перед арендодателями, и перед нашими сотрудниками по зарплате, да. На сегодняшний день, в силу того, что невыплата заработной платы более двух месяцев у нас влечет уголовную ответственность, да, на сегодняшний день, мы, на сегодняшний день, чтобы у нас была возможность, в дальнейшем, исполнить наши обязательства перед клиентами, первоначально должны оградить центр от уголовного преследования, да, за невыплату заработной платы, да, выплатить налоги, налоги, которые, да, у нас есть задолженности по налогам, для того, чтобы нам просто не арестовали рассчитанные счета, иначе мы просто не сможем вести деятельность для того, чтобы выплатить вам денежные средства, да, и вынуждены в этом случае уже на банкротство подать будем. Поэтому и следующим этапом будет возврат денежных средств уже по обязательствам перед вами. Мы до конца апреля закроем обязательства по налогам и зарплатам, заработным платам сотрудникам, чтобы мы могли, в принципе, дальше деятельность продолжать и выплатить деньги. В мае это будет по аренде, да, чтобы мы могли также продолжать деятельность, и летний период уже будет по обязательствам вашим. Наш салон закрывается? Наш салон переезжает, мы ищем на помещение, потому что у нас нету средств, чтобы арендовать это. Мы уже озвучивали, куда вы переезжаете. Что? Вы же уже озвучивали, куда вы переезжаете, что на 14-ю линию. И что? Мы переезжаем, чтобы обслуживать наших клиентов. 14-я линия – это еще не окончательный вариант. Мы переезжаем, чтобы обслуживать клиентов, которые у нас имеются, для того, чтобы мы смогли обязательства перед вами исполнить. А где гарантии, я извиняюсь, где гарантии, что вы не закроетесь, что не обанкротитесь, и как банкрот, вы не сможете… Нет, если эта компания войдет, как только они входят в стадию банкротства, какие гарантии возврата денежных средств? Прекрасно. На сегодняшний день наша компания работает, но, к сожалению, уже не на тех оборотах, которые работала, да. Организация работает, клиентов, у нас очень много клиентов за два года, то есть действующих клиентов. Мы не можем их бросить и не собираемся этого делать. На какое время вы прекратили принимать, если на Красноамельской, 134, там сейчас ничего нет, и адрес, где-то вы говорите, на Хичеване, неизвестно где, там тоже еще нет. Почему нет? Где сейчас вам адрес, вы принимаете клиент? Я вам честно скажу, точно адрес, я не знаю, на Хичеване, я там не был, у меня… Вы работаете? У вас офис закрыт, у вас никого нет? Я приходила вчера. Вы возили мебель, никого не было, новый администратор, никого из сотрудников не было, абсолютно. Рыбный 149, рыбный молодогвардейский, я принимаю сейчас, ну, там… Как удивительно. Уже новый административный кабинет? Кабинет мой, отдельно кабинет просто, чтобы… А вы там тоже услуги проводите? По вопросам юридическим, мне не нужны ни аппараты для косметологии, ни кушетки. Мне выделили отдельный кабинет в связи с тем, что мы переехали, оттуда вот, поселились. На Рыбном, переулок Рыбный. Я там занимаюсь, позвольте, я даю вам. Извините. Там занимаюсь вопросами, касающими юридической части. Где обслуживаются клиенты наши, это уже находится в пролетарской программе Ростова-Медонова. Офис на Красноармейской 134 более не работает, да, он закрыт, он больше не работает. Клиенты там больше не обслуживаются. Всем обладателям, которые, как и мы, жаждут красоты или сохранения своей красоты и молодости. Прежде чем подписывать какой-либо договор, в нем должно быть четко регламентировано, структурировано написано, что ты получишь. То есть формулировка, как в нашем случае, да, косметическая процедура, это просто формальность. Невозможно после этого как-то сказать и убедить компанию, что ты не получаешь заявленную процедуру. Потому что...